Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 74-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволит вам организовать вот такие вот боксы с вашими изображениями и с различными анимационными эффектами. И практически всё у нас здесь настраивается. Давайте перейдём в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет перенесли на холст и давайте посмотрим настройки. Первое. В этот бокс мы можем добавить своё изображение. Изображение вы должны на фотошопе подготовить уже нужного размера. Я пока кидаю произвольное изображение. Оно здесь большое. Это уже как бы не суть. Дальше. Вы можете выбрать из предложенных эффекты, которые будут срабатывать при наведении мыши. Background. Background – это заливка. Это у нас когда при наведении экран немножко затемняется. Для него есть прозрачность. Вы можете управлять вот этой заливкой, чтобы она была более насыщена или более прозрачная. Я выбираю свой цвет. И можно задать ещё и шрифт. Шрифт можно задать, я так полагаю, для текста, который будет всплывать при наведении мыши на картинку. Вот смотрите, вот этот момент, который мы с вами рассмотрели. Давайте его посмотрим. То есть смотрите, вот я навожу мышь. Срабатывает анимационный эффект, который я выбрал. И вот мы с вами выбрали заливочку. У неё есть прозрачность, жёлтого цвета. Вот видите текст на кнопке More, да? Который мы с вами переделываем. Вот для него тоже имеет шрифт. Тот, который мы с вами смотрели. То есть для всего текста, который здесь используется, один только шрифт выбирается. Так, дальше давайте. Вот эти вот настройки. Это всё у нас отвечает за рамку. Вы видите, она красная. Вот, чтобы её отключить, Border Size, например, мне она не нужна. Я вот здесь размер её ставлю 0. Дальше для неё есть прозрачность и скругление. Дальше, смотрите, при наведении нужен ли вам какой-то заголовок. Если нужен, то вот в этой опции здесь у нас все настройки отвечают за заголовок. В первом поле вы здесь пишите заголовок. Дальше его размер. Дальше его цвет. То есть, например, я беру светло-жёлтый. Для него бэкграунд. Делаю тёмно-зелёный. И также можно назначить опасти. Что за бэкграунд? Опять же, чтобы лучше понимать, мы идём с вами в браузер. То есть, смотрите, вот заголовок демо, да? И под ним такая подложка. Возникает. Только что мы сейчас ей назначили тёмно-зелёный цвет. Дальше. Вот эти настройки сообщения. То есть, это дополнительный текст, который будет прописан ниже нашего тайтла. Пишем какой-то текст. Дальше здесь для него размер. И для него можно выбрать цвет. И последние настройки. Это у нас всё относится к кнопке. Вы видели, у нас там появляется кнопка. Если вдруг по каким-то причинам вам не нужно ссылку вешать на данный бокс, не нужна кнопка, то вы снимаете вот здесь чекбокс. И все наши настройки становятся неактивными. Далее. Как открывать ссылку? Если в том же окне, то вы как бы ничего не делаете. Если вам нужно, чтобы ссылка открывалась в новом окне, вы ставите вот здесь нефтаб. Галочку. Текст на самой кнопке. Пишется вот здесь, в этом поле. Так, текст кнопки какой? Задать ему цвет. Выбираем это здесь. Размер. И заливка кнопки. Ну и соответственно здесь вешается сама ссылка на кнопку. Давайте посмотрим в браузере. Вот наша кнопочка. Вы видите, да? Я назначил ей цвета. Написал на кнопке текст, который мне нужен был. И у нас всё работает. Дальше, смотрите. Настройки мы разобрались. Вы можете за ползуночки менять размеры вашего бокса. Здесь уже всё зависит от того, какое у вас изображение. И, соответственно, с зажатым клавишей Alt вы можете дублировать сколько угодно данный виджет. На этом здесь всё. И увидимся с вами в следующем уроке. О, 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 К. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok